Вопрос тут же пришедший и очень своевременный, что я думаю о фильме «Почему ты?». Знаете, почему ты? Я вообще о нем узнал случайно. Я даже не знал, что это такое культурное событие, потому что этот фильм был в одной рецензии в Фейсбуке описан как вот такой пример замечательной химии между актерами. Я никакой особенной химии не увидел, хотя играют они насколько можно в таком чудовищном материале, играют довольно прилично. Это очень плохой фильм, ну просто никуда. Но никуда он именно потому, что его делал так называемый, я не знаю, псевдоним это или что-то, Александр Прост, который до этого, значит, был романистом, написал несколько романов о бизнесе, о таких трагедиях бизнесменов, личной жизни. Исторический роман какой-то, по-моему, у него был, а это экранизация у романа «Содержанка». Я ради интереса, он же есть в сети, этот роман пролистал. Ну, по сравнению с этим Донцова, это просто Хмелевская, это просто писатель высокого класса. Это совершенно неграмотная распадающаяся проза, но это редкий пример того, что, помните, как в фильме «Качели» люди испытывают чувства, но не могут их осмыслить, не знают, что с ними делать. Диалоги в этой картине, это просто, ну, вам не горюй, ужасно жаль, что талантливым актерам, молодым, симпатичным, приходится вот в этом вот вариться и это играть. Особенно печально, что вот и у артистов, и у операторов какие-то способности присутствуют. И я уж не говорю о том, что на это находятся где-то деньги, на это находятся средства, профессионалы, но правильно совершенно кто-то написал, что это как бы непослушная 2. А непослушная 2 – это было очень плохо, то есть непослушная, просто непослушная самообщение, это было очень плохо, при том, что и Даниил Воробьёв, и Ангелина Загребина довольно одарённые люди. Но… … … …